Привет, друзья! Можете ли вы представить себе, как это – целый год прожить в боли, не зная, что её вызывает? И несмотря на развитие медицины, такие случаи действительно нередко случаются. Об одном из них я сегодня и расскажу. 16-летняя Хейли очень любила плавание. Она занималась этим видом спорта буквально с пелёнок. Но однажды во время обычной тренировки девушка обратила внимание, что она не так легко и грациозно скользит по воде, как обычно. А потом появилась острая боль в боку, которая заставила её выбраться из бассейна. Девушка подумала, что, возможно, она потянула мышцу, и вскоре всё пройдёт. Спортсмены часто испытывают дискомфорт в своём теле, поэтому Брайан и Бет, родители Хейли, посоветовали ей немного отдохнуть. Но на следующий день Хейли проснулась и закричала от боли и страха, она не могла встать с постели. Мучительная боль возникала даже при самых простых движениях. Брайан и Бет поняли, что с Хейли происходит что-то очень серьёзное. В тот же день они отвезли её в больницу на обследование. Результаты ошеломили как Хейли, так и её родителей. УЗИ не показало ни разрывов, ни других патологий. Врачи сказали, что всё в порядке и беспокоиться не о чем. Они просто порекомендовали девушке сделать перерыв плавание до тех пор, пока боль не исчезнет, предположив, что она вызвана чрезмерной нагрузкой на мышцы. «Вы, должно быть, что-то упустили! Боль невыносимая!» – настаивала Хейли, еле сдерживая слёзы. Но доктор просто показал результаты УЗИ, повторив, что абсолютно ничего необычного не обнаружено. Хейли отказывалась покинуть кабинет, не услышав прежде адекватных объяснений по поводу своей проблемы. В конце концов, врач сказал то, что вызвало возмущение у всех членов семьи. Её боль и агония – всё это только в её голове. «Я не сумасшедшая!» – выкрикнула Хейли, заливаясь слезами. Хотя она была подростком с типичными подростковыми проблемами, не было никаких оснований полагать, что физическая боль, которую она испытывала, носила психосоматический характер. Состояние Хейли лишь ухудшалось. Любое движение вызывало у неё страдания. Надевая рюкзак или пользуясь феном, девушка плакала от боли. Брайан был в ярости от того, что доктор утверждал, что всё это было только в голове его дочери. И Брайан поступил так же, как поступил бы любой любящий отец. Он отвёз Хейли к другому специалисту. Но и другой врач также сказал, что с физическим состоянием девушки всё в порядке. Хейли было очень больно. А ещё больнее было от того, что ей никто не поверил. Очень тяжело было и родителям. Они видели, как страдает их ребёнок, но ничего не могли с этим поделать. Они просматривали медицинские сайты, стараясь там найти объяснение, но ничего не находили. А врачи не переставали утверждать, что болевые ощущения Хейли имеют психосоматическое происхождение. Лишь через год мучений и поисков специалиста, способного разобраться в их проблеме, семья встретила Лизу МакМахан из Аризоны, которая распознала симптомы заболевания. Доктор МакМахан смогла быстро диагностировать состояние Хейли, и она была уверена, что нашла то, что пропустили все предыдущие доктора. Как оказалось, Хейли страдала от редкого смещения ребра. Хрящ, окружающий нижнюю часть её грудной клетки, не был неподвижным, как это должно было быть, и причинял боль. Доктор МакМахан обнадёживающе сказала, что нужна операция, а потом всё будет в порядке. Как доктор МакМахан смогла очень быстро обнаружить причину страданий Хейли? Это удивительно, но когда Лиз МакМахан была ровесницей Хейли, она и сама страдала этим заболеванием. Симптомы, описанные юной пациенткой, побудили её исследовать то, что не заметил никто из предыдущих врачей, осматривавших девушку. Но диагноз – это лишь полдела. Хейли и её родители очень волновались, будет ли операция успешной и уйдёт ли после неё боль. К счастью для девушки, операция действительно решила её проблему. Сейчас Хейли живёт обычной нормальной жизнью, и никакие движения не заставляют её морщиться от боли. «Я определённо чувствую себя намного лучше. Приятно просто снова жить обычной жизнью», – говорит она. Многие утверждают, что наша медицина шагнула далеко вперёд и может творить чудеса. Возможно. Но зачастую самая большая проблема медицины – это равнодушные специалисты, которые не могут, не умеют, да и не хотят найти причину заболевания пациента, а действуют по отработанной схеме. Врачи, конечно же, не могут знать всего, но их задача – проверить все варианты. И если не получается найти причину, то не стесняться отправлять пациента к более опытному коллеге. На этом всё, друзья. Делитесь видео, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях. До скорого!